Мы уже рассказывали о неравнодушных славянцев, которые оказывают помощь участникам специальной военной операции. Одними из первых объединились члены ветеранской организации Северного округа. Женщины стали вязать носки и шить нательное белье. С активистками встретился глава района Роман Синеговский. Совет ветеранов Северного округа возглавляет Нина Качегура. Именно она объединила вокруг себя неравнодушных женщин, которые стали оказывать посильную помощь нашим ребятам. Их руками уже связано более 650 пар носков, шиты сотни комплектов нательного белья и маск-халатов. Три рулона, спасибо большое, как бы мы в Совет ветеранов обратились, вы нам одобрили. А потом нам предприниматель Каплин Сергей шесть рулонов сам купил, сам сюда привез. Потом еще дважды давала администрация района нам машины, мы за резинками ездили. И теперь уже выход есть на базу, мы им звоним, собрали там денежки, заказали. Они нам доставку про сюда в город, она в разы дешевле с базы, чем по магазинам покупать. Люди приносят ткань свою. Женщины продолжают свою работу и сейчас. Глава района Роман Синеговский поблагодарил их за неравнодушие и активную гражданскую позицию. Девочки, спасибо вам большое, хорошее делайте дело, поддерживайте наших ребят. Поэтому так держать, заинтересовывайте, может быть, и доходите на кого-то. Пусть ваш, я помню, 20 девочек у вас, да? Пусть ваш круг увеличится по возможности. Спасибо за вашу такую поддержку, за бессонные ночи и за все остальное. Спасибо вам. Это вот маленький, я понял, презентик, чаю попьете. Совет ветеранов Северного округа – это пример того, как сегодня должны объединяться люди, чтобы внести свой вклад в общее дело. Только вместе со своим народом и страной можно преодолеть любые трудности. Напоминаем, что на территории нашего муниципалитета действует Совет по сбору благотворительных пожертвований в целях поддержки участников специальной операции на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и Украины. Все желающие могут перечислить денежные средства в данную организацию по реквизитам, которые вы сейчас видите на своих экранах. Решения о направлении различного вида помощи в части, где служат жители Славянского района, принимаются на совете коллегиально. Приобретенные товары доставляются централизованно и адресно, без посредников.